Фуу! Зима и снег, а у нас уже в банках. Карабина забрали, да? Какие еще там основы? А у нас привыльники говорят. Змея? Откуда взялась, не знаю. Таня, давай баночку. Ну шо ж, раз приют попросился. Не, не шутка. Не шутка, да. Двух собак новых привезли в одной перелом лапы. В 12 боксе у нас спинальник, машина сбила щенка, когда маленькая собака несколько дней ползала и люди привезли его к нам. А Вадим когда приедет? Сегодня. Так, что там у тебя такое? Ну-ка, мальчик, девочка? Мальчик. Его назвали Руби. Как? Руби. 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 Ножка сломана, да? Ты кашку пошел, покажи мордочку. Руби. Ну хороший, все, не бойся. Ты точно мальчик? Ну ладно, никто не обидит, не бойся. Раз ел, значит все хорошо. Ну прикольный песик, кстати, сколько у него возраст интересен. Покажи зубки. Ну да, это еще щенок, месяцев может пять, еще не освоился. Лапу надо ремонтировать. Видно, что лапка сломана, потому что вот так вот заломана вся лапа. Так, и в двенадцатом новенький. А там кто? А там тоже мальчик. Пойдем посмотрим, что там. Как он себя чувствует вообще? Покушает хорошо, а по боксу сам, в принципе, передвигается ползать потихонечку. О, привет. Класс. Мне кажется, ты окулист. Блэк. 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 У нас люди, которые привозят. Я умница. У них право придумать имя. Блэк, умничка. Сколько у Блэка возраст? Так, Блэк уже у нас, по всей видимости. Знаешь, я думаю, что это домашний пес. Потому что у него шерстный покров отличный вообще. Я бы так сказал. А потом, что тут можно сказать. Он уже как бы, ну, ему года три как минимум. Ну, оказывается, как выяснилось, песик из Хиславича. Татьяна провела, как говорится, разведку боем. И выяснила ситуацию, что у Блэка на самом деле есть хозяйка. И она давным-давно от него уже отказалась. То есть, она не будет его забирать назад. Поэтому я хочу сразу же сказать еще до ремонта, до того, как мы его отремонтируем. Я надеюсь, что у нас получится это сделать. Пес очень худой на самом деле. Ну, есть, возможно, и какая-то травма позвоночника, возможно. Ну, или ребрышки, или он такой худой просто сильного. Ну, скорее всего, просто худой так попирает у него ребра. Вот. Ну, сегодня сделаем рентген. Посмотрим, что нам это даст. Какие у него будут дальнейшие прогнозы. И, возможно, после ремонта тогда кто-нибудь его заберет домой. В общем, так, Блэка ищет дом. Скажем так, да, Блэк? Блэк и умница. Молодец, хороший. Печальных новостей, в принципе, нет. У нас попало два новеньких, то есть с травмами. Ну, я думаю, сегодня врач их осмотрит, сделают рентгеновские снимки, все будет хорошо. У нас нашел свой дом карабин. Если вы помните по прошлым сюжетам, это рыжий пес, который травмировал, по всей видимости, себя вот этим вот карабином, когда дрался с другой собакой. Неделю назад позвонил мужчина и спросил, есть ли у нас рыжие собаки. Вот у него умер рыжий песик, вот именно рыжего бы хотел, не крупного. Я говорю, приезжайте, у нас есть отличный пес. Сегодня приехал он и, естественно, карабина забрал. Дальше, какие новости? Мария Ивановна, передаю вам личный привет. Наверное, я даже сейчас позвоню Марии Ивановне и обрадую ее. Так, Мария Ивановна, Мария Ивановна, для вас очень хорошая новость. Так, Мария Ивановна, я вам звоню, набираю номерок и поехали. Так, алло, хорошая новость для Марии Ивановны. Мария Ивановна, здравствуйте. У меня для вас хорошая новость. Ваша рыбоконсервная девочка встала, передвигается. Да, так что это, скорее всего, вот после вот этой вот таблетки, которую последний раз мы и давали, ну, о чем мы говорили с вами. Поэтому, я думаю, нужно будет обратить внимание на ее суставы. У нее, скорее всего, проблемы с суставами. Сегодня врач ее еще дополнительно осмотрит по этому поводу. Так что готовьтесь принимать. Мадам еще на списание не идет. Так что все. Все. До свидания. Мы сразу приедем, заберем. Только потом, чтобы назначение какое-нибудь, чтобы, ну, поддерживать. Потому что я боюсь, что потом со временем снова такое поводу. Я думаю, придется пропить таблеточки, ортогликаны, все будет нормально. Все, тогда, Мария Ивановна, больше не могу. Спасибо. Да, вы попали в телевизор, я вас поздравляю. Да, все, до свидания. До свидания. Вот. Ну, в общем, такая вот хорошая новость. Потом, что еще у нас? Наша овчарка переведена уже из послеоперационных боксов на зимовник. Потому что она вполне отлично передвигается. И уже нет таких проблем, чтобы мы переживали за ее здоровье. В принципе, сейчас холода пройдут, морозики улягутся, и она может возвращаться в свой дом к своим папам и мамам, которых мы уже нашли, которые нашлись, скажем так. Я не знаю, говорили мы об этом где-нибудь или не говорили, что в эти лютые морозы, конечно, наши лошадки попали под раздачу. И резкий мороз, когда ударил, да, просто заморозил их, если можно так сказать. Когда я пришел, лошадь вся тряслась, температура закашляла. То есть апопону, который ей попробовали соорудить из одеял старых, она, в общем, свалилась с себя и осталась ночью раздетая, скажем так. Поэтому и замерзла. Ну, было принято решение просто на все завести Наташку и судьбу прямо в то помещение, где содержатся собаки. И я думаю, вы увидите этот сюжет, как они танцуют по кафельной плитке, грубо говоря, 60 на 60. У нас очень хорошие новости, но мы еще пока про них говорить не имеем права, потому что такие вещи наперед не рассказывают. Как только случится, сразу покажем. Новостей на самом деле очень много за эту неделю произошло. Еще какая у нас хорошая новость. Ну, кто Нона, кто Ника говорит. У Ноны или у Ники, кому больше нравится, сняли спицы и перевели уже тоже на общий двор, как бы пока на зимних. Почему в нашем приюте у разных собак по несколько имен? Вернее, у одной и той же собаки по несколько имен. Почему так происходит? Потому что народу у нас здесь работает 6 человек и много людей, которые приезжают еще помогают. Невозможно запомнить одному человеку всех собак. Поэтому кому как нравится, тот так их и называет. Вот и поэтому у одной собаки может быть сразу по 3-4 имени. Вот такая вот система. Наконец-то наша кухня зафунциклировала. Наша новая кухня зафунциклировала. Но вопрос в чем-то. Там не доделана была проводка и опасно было запускать этот процесс. Почему? Мы же люди русские. Мы соединим на крючочки как-нибудь и оно как-нибудь будет работать. А если человек нечаянно провода рукой дотронется и его тряханет, это уже безобразие. Вот. Поэтому мы ей не пользовались. И сегодня первый день мы будем запускать эту кухню. Просто посмотрим, как она в зимний период будет работать. То есть готова ли она выполнять заданные задачи. То есть будет она готовить кашку и все остальное. Сегодня мы будем просто кипятить в ней воду. Посмотрим, как она работает. И сегодня мы проведем обзор старой кухни. То есть вы увидите, в каких условиях много лет готовится приютская каша, шедевральная вообще каша. Ее самому есть можно. Вот. И проведем сравнение с новой кухней. То есть вы увидите, как это устроено на новом месте, какие новшества, условия и тому подобное. Это я хочу сейчас поблагодарить нашего основного помощника в этом деле. Это Надежда Тупикова, которая именно не только многими другими вещами помогла приют. Очень многими. Я сейчас все перечислять не буду. Это и вольер для птиц, и помощь хуку. Множество. Но основной ее вклад в приют, который незаменим. И это, как его сказать, пункт стратегического назначения, это, конечно, кухня. Вот. Там и другие люди участвовали. И Давид, и многие другие. И Давид из Германии. Многие люди помогали. Но основной, конечно, вклад вложила туда Надежда Тупикова. Я очень благодарен ей. И сейчас еще она не доделана. И мы не можем ждать, пока мы ее доделаем. У нас уже необходимость пользоваться этой новой кухней. Поэтому все остальное будет дальнейшее в процессе. Будет вывешена табличка, кто строитель этой кухни. То есть, она будет развешиваться там, типа, таверна Трипискаря. Но там собаки и три косточки будут. И это навеки будет увековечено имена тех людей, которые помогли, основали эту кухню здесь. Все. Поэтому я сейчас предлагаю перейти по факту к осмотру всего это дело. Еще сегодня Анастасия приехала в гости к Форесту. И вы услышите от нее лично их историю, как они встретились с Форестом. Сколько Насте пришлось пройти через то, чтобы восстановить серьезный перелом у Фореста в локте. То есть, сколько проделана работы. И вы увидите, как он сейчас себя чувствует, как они общаются дальше и все остальное. Вы слушаете. Так, хотелось бы рассказать историю длиной в год. Как-то, может быть, чуть-чуть вкратце. Дело в том, что мы отдыхали в лесу с палатками. Палаточный лагерь был две недели. К нам прибилась собака. Очень истощенная, со сломанной лапой. Нам казалось, что вообще в трех местах. Уезжать нам надо было через пять дней. Мы ее откормили. Ну, естественно, когда ты собираешь дом, то оставить в лесу собаку беспомощную, это просто нереально для любого человека. Так получилось, что из всего лагеря он почему-то выбрал меня. Наверное, почувствовал, что за моей спиной есть один очень большой друг. Это Дима с приюта. И он, наверное, почувствовал, что именно я могу ему помочь. Позвонила Дмитрию в приют. Он сказал привозить. Мы приехали. Ехали три часа в машине. Собака вел себя идеально. Он знал, что он едет за помощью. Привезли его в приют. Врач сказал, что операция сложная. Он такую еще не делал. Но у вас есть два дня подумать. И не факт, что она после этой операции будет вставать на лапу. Это была, конечно, огромная ответственность на мои плечи. Но я подумала, что, наверное, хромую собаку будет тяжелее приютить в семью, чем в здоровую. И приняла решение все-таки делать эту операцию. Врач вышел из операционной. Сказал, что это была самая сложная операция, которую он делал. А в приюте он делал операции немало. Огромное хотелось бы сказать спасибо этому врачу, Вадиму, за то, что он на это решился, что он это сделал. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Были долгие месяцы восстановления после операции. Спасибо тоже огромное девочкам с приюта, что они заботятся как о своих. Дают лекарства, ласкают, оберегают собаку, поддерживают всячески. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом также было полгода еще восстановлений тренировок. Надо было очень много бегать с собакой, чтобы он привык, что лапа все-таки может работать. Вот, очень долго тренировались с ним. Но цель всего этого рассказа, конечно, одна. Это найти ему добрую семью, где будут его любить. Собака очень добрая, ласковая. Кажется, что он недоверчивый, но это на первый взгляд. Его надо только покормить и пожалеть. И он станет замечательным членом семьи и другом. Будет вас защищать, любить, встречать с работой, радоваться. Это настоящий друг, и он достоин только доброй и хорошей семьи. Он очень многое пережил за этот год. Хочется найти ему именно такую семью, где его будут любить. В этой каше мясо есть. Отличная каша. Сюда мясо ложится как положено. То есть не мухлюет. Ника перешла из тяжело раненых и больных на общий карантинный двор. Короче говоря, на зимовник. И в прошлый раз мы уже говорили, что ее лапа работать не будет. Скорее всего нерфы поджимает. И вот таким вот образом она и будет ходить теперь. Но других вариантов нет. Дважды операцию делали. Ну все на этом. Ника. Ну Анна, Ника. Ты умница, хорошая девочка. Наша девчонка постепенно поправляется. Набирает вес. Если по старым роликам вы можете обратить внимание по прошлому. Вернее на прошлой неделе она еле ходила. То есть еле передвигалась. Сейчас уже активно ходит и готовится к операции. У нее разрыв мышц и грыжа. Придется вправлять кишки и подшивать мышцы. То есть сейчас она более-менее уже начинает поправляться. То есть набрала сил. Ходит спокойно. Ест очень хорошо. И готовится к операции. Такие вот у нее новости. Привет. Давай ко мне что-нибудь. Она уже встает. Все. Ай умница. Молодец. Хорошая девочка. Все. Не ругай чуть-чуть. Умница. Все. Все. Она уже поднимается на все четыре лапы. Но сейчас я ее заставлять не буду. Потому что она с характером все-таки. Охранная собака целого рыбоконсервного завода. Вот. Поэтому рисковать поднимать я ее не буду. Ее в намордники привезли. Но она уже встает на все четыре лапы. Ест нормально. Прекрасно поднимается. То есть состояние стабилизируется у нее. Скоро домой поедет. Сейчас потеплеет побольше и домой. Да, зайка? Молодец. Это собачка Марья Ивановна. Вот. С которой был разговор по телефону. То есть именно она поднимается на лапы и ходит. То есть в ближайшие дни, как только погода установится, уже просовая, можно будет передать ее на место. Так что привет Марья Ивановна. Все. Вот этот пустой вольер номер один, в котором сидел карабин. Остался пустым. Сегодня карабин уехал домой. Все. Как всегда каша закопанная. Пустой вольер. Все. Карабин дома. Сильно общительный песик. Очень нищий дом. Обратите внимание, он обладает немаленьким ростом, скажем так. Голова похожа на медведя. Я бы сказал, такой типа а-ля ротвейлер или что-то в этом роде. Ну, довольно таки серьезный пес. Кому в дом нужен друг? Просто друг. Он ищет свой дом. Ищет дом. Молодец. Умница. Очень активный. Требует много внимания и прогулок. Молодец. Хороший мальчик. Вот такой вот медведь у нас есть. Желтый медведь на обложке в предыдущем видео. Провицинчайс это он. Такой пес. Желтый медведь. Немножко подзамерзли. И пришлось их перевезти на теплое место. То есть прямо к собакам сюда, чтобы они могли согреться. Потому что судьба очень замерзла. Ну, все. Молодец. Все. Хорошая девочка. Молодец. Осторожно. Она может испугаться камерой и достанет задними капотами до вас на раз-два-три. Она очень верткая. Молодец, судьба. Ножку поднимай. Поднимай ножку. Ай, умничка. Молодец. Зайка хорошая. Все. Ай, лошадь хорошая. Просто хорошая лошадь. Такая зайка хорошая. Все. Молодец. 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 Температура в лошади была. Потому что папона самодельная была из одеяла сделанная. Она ее сбросила, вот тебе и результат. Пришел. У нее температура. Яблоко ей даю, а она яблоко не ест совершенно. Добрый день. Меня зовут Анна. Я живу на Киевском шоссе. И у нас в дворе живет две собаки. Миша и Даша. Вот с одной из них что-то случилось. И собака не мог идти и тащил задние лапы. Я обратилась к Дмитрию в приют верность. И он согласился принять собаку на временное содержание. До тех пор, пока ему не станет лучше. Прошло больше месяца уже. Я ему очень сильно благодарна. За то, что он делает большое доброе дело. Заботится о бездомных собаках. И сейчас Миша уже поправился. Ему стало гораздо лучше. И я его забираю. Так как себе я его домой взять не могу. Я его забираю. Он у нас будет дальше жить во дворе. Я его куратор. Спасибо большое Дмитрию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как вы сейчас сами понимаете? Если вы с этой собакой не видели, Эта собака является бездомной. Если кто-то хочет себе взять, лучше конечно в дом. Но в теплую какую-то, если уже в будку, то в теплую. добрый, хороший такой собакин. Может быть, в семью с детьми даже. Потому что очень хорошо собаки относятся к детям. Этих собак двух любят вся детвора окружная. Все всегда спрашивают, где Миша, где Даша. Дети все знают. Поэтому главное, конечно, собак не обижать. Они не будут кусаться. Поэтому если кто-то боится взять себе собаку, то опасение того, что будет кусаться. Так отличная собачка взяла себе, но квартира взять не можем. Телефон в приюте «Верность» есть. Можете позвонить, тогда пообщаемся. Может быть, кому-то понравится. Сейчас мы будем показывать вам фокусы. То есть это не фокусы, а трюки, которые мы выполняли раньше на колхозной площади. Ютюбик уже весь готов фокусничать. В общем, я сейчас буду бросать вот этот пятачок. Как будто люди бросили его на землю. Кто-нибудь из троих или пятницы, или ютюбик, или веночка, должны его подобрать и принести вот в это ведерко. С этим ведерком они работали на колхозной площади. Кстати, ребята, я в шоке вообще. Тут осталось 5 рублей в этом ведре с колхозки. Просто, видимо, когда я высыпал вот так вот ведро в сумку, бывало либо слюна собачья капнет, либо дождливая погода была. Просто пятачки иногда или другие монеты прилипали к дну. Видимо, эта монета не высыпалась, так и осталась. Так эту монету я и брошу еще раз и оставлю ее на память. Надо дырочку просверлить. Возьми за ручку, держи. Молодец. Вот как мы раньше работали. Тюбик, займ. Да, ты так стараешься. Ночкой, держи ведерочко, молодец. Мы выезжаем на колхоз тут. Как будто это люди бросили им деньги. Ищи кассу, ищи кассу. Смотрите, что будет. Ведерочку подали, сдай кассу. Сдай кассу, сдай кассу. Молодец. Вы видите деньги в ведре. Все, молодцы, хорошо. То есть наши еще помнят работу на колхозке. Мы в ближайшее время можем возобновить наше выступление, скажем так. Ищи, ищи кассу. Сдай. Вот так вот они работали на колхозке. Вы не представляете, какие они фишки делали. Они друг у друга монеты перебрасывали и приносили в ведро, бросали. Шепотом. Варчиша, в деревню поедем? Варчиша, поедем в деревню? Да? А мячик с собой возьмем? Мячик возьмем? Да? А котлетку по-киевски? Котлетку по-киевски? Мать, лежать. Покажи пузечку. Ай, держи. Молодец, пузечка. А еще покажи, еще покажи. Покажи, Пузечка. Ай, Пузечка покажи. Ай, Пузечка. Ай, молодец. Молодец. Монтиа молодец. Монтиа хорошая собака. Монтиа привез француз сюда. Ну как, мне в этот еще в городе, когда приют был. Француз? Да. А он работал тут в Смоленске. Какая-то французская фирма, да, они снимали помещение. И когда он мусор пошел выносить, двери не закрыл, там мусоропровод кидать надо было. Вот он, короче говоря, домой приходит, у него собака на диване лежит. Он ее сюда. Ну что, готовы? Монтя, умница. Мы идем встречать. Я уже издалека вижу главный подарок. Спасибо. Так, ну что, а это кому? А это у нас отварное, это нас побаловать. А это? А это туда на ферму ребят. А ваша гостиница в багажнике? Ну так пошлите тогда, гостиницу выгружаем. Так, ну, а тут еще куча всего. У нас сегодняшний заезд из Сафоново. Вот у нас здесь очень много собак находятся, которые из Сафоново конкретно, бездомные, всяких разных, которые на лечение привозили, которых на стерилизацию привезли. Если будет возможность, помогите, пожалуйста, нашему любимому приюту, потому что это вот, блин, здесь очень-очень много собак всяких разных. И не только собак, кстати. Очень даже сюда приехать всегда интересно посмотреть. Здесь и лошади есть, здесь и кролики есть, здесь, господи, и котики. Кого здесь только нет, а свинки, а свинка есть одна такая, которая, блин, это, это прямо как сенсацию посмотреть можно. Да. 120 рублей в сутки содержание, потом подняли под 200. Вот сейчас 170 питомцев полностью на приюте, да? Осторожно, Сань, погоди, не сыпь. Сейчас. Блин, я Натахе так телевизор не отправил фотографию. Да, я жду, думаю, не буду. Я забыл, честное слово. Тогда я попробовал отправить, не отправил, а сейчас увидел опять, думаю, я ей позвонил, говорю, сейчас отправлю. И, короче, мозгу закомпасировали, я так и не отправил, сейчас сделаю, елку-палка. Люди сейчас приехали из Сафоново и навещают своих любимцев. То есть, кому привязались, выдают косточки, дают различные лакомства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У нас в Примыльнике, говорит, змея. Откуда взялось, не знаю. Такого вы еще не видели. Маленький уж каким-то образом оказался у нас в приюте. Это ужик. А на улице, на улице зима. Так он живой или нет? Живой. Ну-ка ж. Не, ну, видно, что живой, только что ему холодно, я так понимаю. А вот откуда он взялся, вот это вот уже второй вопрос. Тут же взяться-то особо нет. Тем более 22 февраля, 21 февраля. Ну, с чем-то он сюда попал. Что последнее, понимаете? Ну, последний вот корм сухой мешок вчера. Какой именно? Вот кошачий. Вчера люди в гости приезжали, привезли. Да, для стерилизации. Он открытый? Да. А он у нас открытый. Ну, вот в этом вот, короче, кошачьем корме, скорее всего, он и приехал. Ну, это Михауна утром брала кошечка кормить. Может быть, еще имеется в наличии? Может, его высыпать еще есть? Пока я боюсь. Я боюсь. Может, его папа с мамой сидят? Ну, более вроде не видать. Однако, открой-ка, Таня, двери. Я покажу, что на улице не лето. Зима и снег, а у нас ужи в банках. Пшаволятся. Нормально, да? Вода горячая. Сейчас мы будем реанимировать. Товарища, зашевелился. Конечно, зашевелился. Давай-давай, греться. Сейчас от банки пойдет тепло. Он согреется. Видишь, тепленькое почувствовал сразу. И греться. О, видно, да, шевелится? Сейчас просто очень холодно. Он подзамерз. Конечно, он впадает в этот самый, как его сказать, в анабиоз, скажем так. Поэтому ему нужно что-то теплое, чтобы он мог прогреться. Сейчас прогреется и проснется. Но тогда чем его поить? Молочко надо. Есть ли у нас молоко? Вот такой вот интересный случай. Оказывается, змеи могут оказаться и зимой в вашем доме. Он сейчас согреется, будет жить. Приют «Верность» представляет. Сегодня у нас необычный питомец, которого, по всей видимости, завезли вчера с косачьим кормом. Корм был открытый. Возможно, когда-то в теплое время в этот корм залез вот этот вот товарищ. А сейчас, когда его привезли к нам, видно, корм где-то стоял в холодном месте, он в спячке был. А когда привезли в тепло, он вылез. Но, попав на холодный пол, пол-то холодный, плитка, он опять в анабиоз впал. И сегодня я предлагаю поиски дома для нового постояльца. В общем, кому нужен уж, приезжайте, пожалуйста. Вот. Такой вот малыш. Это шутка? Не, не шутка. Не шутка, да. Приезжайте, забирайте. Отдадим вместе с банкой и молоком. Вот. Такой вот товарищ у нас. Ну, пока греется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова